МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Полина Толмачева и Наталья Гончарова. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречаем новый день вместе. И сегодня в нашем выпуске вы увидите... Содержание дворовых территорий. Итоги сезонной уборки дворов, ямочного ремонта дорог и обновления детских площадок подвели в окружной администрации. Награда нашла героя. Андрей Иванов вручил награду Михаилу Яроховцу, который спас девушку из-под колес поезда. Где и как выгуливать собак? О возможностях мирного сосуществования собачников и горожан в городской среде рассказал кинолог. Все лучшее детям. Международный день защиты детей отметили в Одинцове. Мороженое, экскурсии и спектакли. В парках и культурно-досуговых центрах округа для детей подготовили обширную праздничную программу. Сегодня день рождения отмечает главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. 5 июня 1706 года указом царя Петра I учредить в Москве за Яузу рекой против немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии в Лефортове был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. Чем еще примечателен сегодняшний день, смотрите в нашей рубрике. 240 лет назад, 5 июня 1783 года, французские изобретатели-братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат, другими словами, первый в мире воздушный шар. Летательный аппарат был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна, в нижней части находилась плетеная корзина, в центре которой была расположена жаровня из проволоки. Горячий воздух от нее поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Высота шара достигала 15 метров, а весил он более 200 килограммов. Первый полет состоялся без пассажиров, но уже осенью этого года нашлись смельчаки Пилатер Деразье и Франсуа Дерланд, которые пролетали на шаре Монгольфье почти полчаса. 15 июня 1909 года в Санкт-Петербурге на Знаменской площади был освещен и торжественно открыт памятник Александру Третьему. Место было выбрано не случайно, ведь Александр Третий считался державным основателем Великого Сибирского пути, который брал свое начало от Николаевского вокзала. Памятник был выполнен миланским скульптором Павлом Трубецким, который трудился над монументом 8 лет, и он считается его самой известной работой. На церемонии открытия присутствовал император Николай II, а богослужение возглавил митрополит Антоний. 5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции. В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. Также сегодня отмечают Всемирный день окружающей среды. Цель праздника – привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды и стимулировать политический интерес к охране природы. 5 июня родился русский военный деятель Иван Ганнибал. Он был старшим сыном арапа Петра Великого и двоюродным дедом великого поэта Александра Пушкина. В числе звездных именинников сегодня также испанский поэт и драматург Федрико Гарсио Лорко и российский писатель, телеведущий и профессор Юрий Вяземский. Итоги сезонной уборки дворовых территорий, ямочного ремонта дорог и обновления детских площадок подвели на еженедельном совещании главы муниципалитета Андрея Иванова в окружной администрации. Работы ежегодно проверяют по чек-листу, состоящему из 20 пунктов. Подробности в следующем материале. Наличие открытых люков и песка в песочницах, покраска лавочек и бордюров, качество ямочного ремонта дорог и санитарное состояние контейнерных площадок. Результаты весеннего месяца, чистоты и благоустройства во дворах ежегодно сдают по утвержденному чек-листу, который включает в себя 20 пунктов. Это жесткий фиксированный список, который необходимо строго соблюдать. Практика показывает, что если добросовестно выполнить все требования, число жалоб жителей на проблемы во дворах снижается до минимума. Результаты уборки благоустройства по каждой территории вносятся в СКПДИ. Специальную систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры, разработанную правительством Московской области. Затем ответственные службы выезжают с проверкой для оценки качества работ. В течение мая месяца и 15 дней июня мы с контролерами ГУСТ зайдем в каждый двор и проверим каждый двор на наличие 20 пунктов чек-листа. На сегодняшний день в округе четыре муниципальных учреждения закончили работы и сдали подведомственные территории. Еще четыре находятся на завершающей стадии. Семь организаций числятся в должниках и пока не приступили к сдаче объектов. С теми, кто не приступил, мы сегодня проводим совещание в бочном режиме, не в ВКС, вызываем себе подрядчиков и начинаем, скажем, полномерную работу по сдаче дворов. Однако возможности главного управления содержания территорий не безграничны и инспекторы еще не успели принять работу и отмечает Станислав Григорьев. Они не могут одновременно выйти на все дворы, поэтому здесь возможно, там, где мы не приступили, просто есть заявка, но инспектор просто не успел пока прийти принять двор. Такая ситуация тоже может быть. Данная таблица отображает факт сдачи, но не готовность. Готовность у этих организаций под сдачу тоже есть. Окончательно завершить работы и сдать все дворовые территории округа планируют до 16 июня. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Мособлэнерго запустила чат-бот в Телеграм по информированию населения о плановых отключениях электроэнергии. Пользоваться сервисом может любой подмосковный потребитель, чьи энергопринимающие устройства входят в зону обслуживания компании. Подписаться на чат-бот можно по ссылке или через поиск по чатам в Телеграм. QR-код для подключения к боту также размещен на официальном сайте Мособлэнерго в разделе «Плановые работы». Ну а другие новости региона смотрим прямо сейчас. С 2019 года в Подмосковье более 10 миллионов тонн мусора направили на вторичную переработку. К примеру, 80% собранных покрышек уходит на вторичное сырье. Из них производят резиновую крошку, которую впоследствии используют в дорожном строительстве и для покрытия детских площадок. С появлением новых технологий из переработанного пластикового пакета уже производят уличную мебель, садовые скамейки, урны, малые архитектурные формы, которые используют при благоустройстве территорий. Летние кинотеатры Подмосковья продолжают радовать зрителей уличными показами. В мае состоялось почти 50 сеансов, а их зрителями стали свыше 3000 человек. В июне жители и гости Подмосковья смогут посмотреть искрометную комедию «Непослушник 2», проникновенную драму «У самого Белого моря» и другие российские и советские хиты. В июне показы пройдут на 41-й площадке в 25 городских округах. Расписание на афише «Вход свободный». Более 140 региональных ресторанов и кафе разработали специальные утренние меню, состоящие из нескольких блюд в рамках регионального проекта. Стартовал он 1 июня и продлится до 31 августа. Участников проекта можно определить по специальной наклейке на дверь заведения и всех их отметят на интерактивной карте туристического портала, где помимо точек общественного питания будут отображаться и главные достопримечательности городских округов Подмосковья. Герой нашего времени Михаил Ираховец получил благодарственное письмо от главы муниципалитета Андрея Иванова за спасение жизни молодой девушки. Ранее мы уже рассказывали о героизме мужчины. Сам он не считает свой поступок чем-то особенным, но гордится им весь Одинцовский округ. Елена Краева с подробностями. Это видео спасения девушки молниеносно облетело социальные сети и вызвало бурю эмоций. От ужаса и удивления до гордости. Корреспонденты ОТВ выехали на место событий, чтобы из первых уст получить комментарий спасителя. Однако сам Михаил Ираховец не считает, что сделал что-то особенное. Героем себя считает? Да какой герой? Просто поступок. Скромный по мнению Михаила Ивановича поступок не остался незамеченным. Выразить слова благодарности человеку, спасшему жизнь молодой девушки, приехал глава Одинцовского округа. Пришел сегодня сказать вам спасибо за это, за спасенную человеческую жизнь. И хотел бы вам пожать руку и вручить благодарственное письмо не только, наверное, от своего имени, а, пожалуй, от имени жителей сегодня Одинцовского округа на память о том, что мы благодарны вам и признательны. Спасибо. Вот ваше благодарственное письмо. Память. Награда нашла своего героя. Руководство Московской железной дороги также поблагодарило своего сотрудника за хорошую реакцию и бдительность на рабочем месте. Мы выражаем благодарность Михаилу Ерховцу за его смелый поступок. Правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре едины. Пожалуйста, соблюдайте их. Переходите пути в строго отведенных для этого местах. Никогда не пользуйтесь наушниками и убедитесь в том, что рядом нет поезда. Елена Краева, телекомпания Одинцова. Противостояние между собачниками и горожанами продолжается. Одни сетуют на несанкционированный выгул животных в общественных местах, другие жалуются на отсутствие специальных площадок для питомцев. О возможностях мирного сосуществования этих категорий в городской среде нам рассказал специалист по поведению собак. Репортаж Полины Баховой. Выгул собак в общественных местах запрещен. Однако горожане продолжают сетовать, что даже на центральной площади Одинцова это правило зачастую игнорируется. Таблички то и дело оказываются в мусорках, а по газонам свободно разгуливают домашние питомцы. Людмила Михайловна живет как раз рядом с администрацией. И на баранке они с бусей частые гости. Но вреда никому не приносят и чистоту соблюдают. Но такое примерное поведение наблюдается не у всех. По словам специалиста, для решения проблемы необходимо увеличить количество специализированных площадок для выгула собак. А главное, прежде чем завести питомца, научиться ухаживать и воспитывать его. У нас действительно нет культуры и как не у собачников, так и у собачников. Это проблема двухсторонняя. Но больше надо, наверное, просвещать, больше нужно об этом говорить. И тех же самых собачников, я считаю, что вообще нужно ввести как найти права на вождение, чтобы получал, пока не пройдешь, какое-то обучение минимальное. И не то, которое многие специалисты пропагандируют, что человек – вожак стаи, покажите собаке, кто дома хозяин. А реально использовать знания. Ведь чаще всего агрессию проявляют не бездомные псы, а домашние животные. Все потому, что именно человек наносит ему психологические травмы. Впереди летние каникулы, и как вести себя с животными на улице необходимо знать каждому. Мы не машем руками, мы не кричим, мы не нападаем. Идеально – это отвернуться в три четверти, это отвести взгляд, потому что прямой взгляд – это, собственно, означает для любого животного угроза. Одним словом, нельзя нарушать личное пространство собаки. При соблюдении простых правил поведения и культуры эти добрейшие животные никогда не принесут вреда и будут верными друзьями. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Зеленый театр на ВДНХ 1 июня открыл новый сезон. Москвичи и гости столицы вновь смогут наслаждаться концертами на свежем воздухе, театральными постановками и творческими вечерами. Здесь запланированы выступления Дмитрия Маликова, Юрия Каспаряна, Николая Носкова и других артистов. Что еще интересного произошло и произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. В этом году подготовили большую программу летних развлечений и полезных дел для юных жителей Москвы в столичных парках. Так, например, в Гончаровском парке по выходным организуют занятия по брейк-дансу и хип-хопу, а также цикл занятий по лепке. Летние развлечения и познавательные программы пройдут также в библиотеках и культурных центрах. В Москве стартовали выступления победителей проекта «Уличный артист в парках». Свои таланты на городских площадках продемонстрируют музыканты, танцоры, актеры, художники и другие деятели искусства. К проекту присоединились и новые парковые площадки, которые захотели разнообразить культурную программу. Столичный центр занятости «Моя карьера» приглашает подростков на специальную программу «Лето в новом формате». Она включает в себя профориентационные проекты. Ребята познакомятся с востребованными специальностями и получат первый практический опыт. В этом году программа будет проходить с 28 июня по 21 июля. Для участия необходима регистрация на сайте. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Далее в программе вы увидите. Все лучшее дети. Международный день защиты детей отметили в Одинцове. Мороженое, экскурсии и спектакли. В парках и культурно-досуговых центрах округа для детей подготовили обширную праздничную программу. Новости онлайн. О событиях, которые обсуждают в соцсетях округа, расскажем в нашей рубрике. Международный день защиты детей отметили в муниципалитете. Так, в Одинцовском историко-краеведческом музее юные посетители приняли участие в квесте и разыскали артефакты. А еще создали праздничные букеты в творческой мастерской, посетили выставку. Также праздничная программа для ребят прошла и на центральной площади Одинцова. Екатерина Крамор с подробностями. Мастер-классы, квест по улицной экспозиции, военной технике и другие увлекательные занятия. Юные жители округа смогли окунуться в историческое и интеллектуальное пространство Одинцовского историко-краеведческого музея. Так здесь отметили День защиты детей. В музее идут мероприятия, которые приурочены к Дню защиты детей. Это два мастер-класса, квест и открытие выставки художественной школы «Классика» и ее выпускников. В этот день музей открыл свои двери для детей со всего округа. Интересные мероприятия подготовили и для ребят с особенностями здоровья, которые сделали бумажные букеты в технике оригами. Сегодня в День защиты детей все учреждения культуры подготовили развлекательные, познавательные, просветительские концертные программы, посвященные этому празднику. Во всех домах культуры, в библиотеках, в парках и, конечно же, в музеях проходят специально подготовленные мастер-классы. А у городского дома офицеров состоялась праздничная программа, которую организовал Одинцовский молодежный центр совместно с общественной палатой округа. «Сегодня здесь выступают музыканты, певцы. Мы проводим, даже не мы, а наши партнеры, друзья проводят различные мастер-классы для детей, всех желающих». Для ребят подготовили интересные мастер-классы по живописи, вокалу и изготовлению фигур из воздушных шариков. Юные участники праздничной программы не остались в стороне, выступили с творческими номерами. «Я сегодня выступаю и пою три песни. Я хочу как Моана, Ухты и Золотые облака». В этот день каждый смог найти развлечение по душе. Для детей организовали концертные выступления, игры, призы и конкурсы. Ребятам пожелали отличного отдыха во время летних каникул и новых открытий. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. К новостям России. Депутаты Госдумы предложили ограничить скорость электросамокатов до 15 км в час и запретить их на пешеходных улицах. Пользоваться ими смогут только совершеннолетние. Причина такой инициативы в том, что число аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло вдвое. Должного надзора за таким движением нет и их использование не обеспечивает безопасность граждан. С другими новостями России познакомимся прямо сейчас. В центральной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Зарегистрировали его в 7 км восточнее от села Рощино. Очаг толчков залегал на глубине 7 км. По данным МЧС, жертв и разрушений нет. Число туристов на Камчатке в долине гейзеров сократят из-за медведей. По словам специалистов, очень важно в период, когда медведи создают брачные пары, а птицы высиживают яйца в гнездах вблизи экскурсионных троп, не нарушить важные репродуктивные процессы в жизни обитателей этих территорий. Ограничения будут действовать месяц. Первая в России научная площадка для школьников открылась в Сочи. Она оснащена современным игровым оборудованием, а также QR-кодами для получения дополнительной информации о мире научных исследований и открытий. Это интерактивный музей под открытым небом, где, играя, дети смогут знакомиться с астрономией, осваивать законы физики, изучать флору и фауну. Море солнца, смеха, мороженого и развлечения на любой вкус и возраст. В парках и культурно-досуговых центрах Одинцовского округа День защиты детей отпраздновали с размахом. Концерты, спектакли, творческие мастер-классы, экскурсии, спортивные квесты, везде была организована своя программа. Но скучать не пришлось никому. Первый день лета, начало каникул, а еще международный праздник всех ребят, а также их родителей, педагогов и наставников. День защиты детей в Одинцовском округе отметили активно и весело. В парке Раздолье подготовили обширную программу. Веселые эстафеты, тематические мастер-классы, катание на пони, экскурсии и анимационные игры. А для любителей культурных мероприятий – концерт под открытым небом. Яркие танцевальные номера в исполнении юных артистов образцового хореографического коллектива «ТОТ» дополняли всеобщее праздничное настроение. Парк предлагал широкий выбор развлечений на любой вкус и возраст. Праздник детей, раздача мороженого, все для детей. Тут очень много чего можно поделать, отдохнуть с детками. И вот сейчас ждем выступления. Еще погуляем, погуляем на мастер-классах и пойдем обязательно покатаемся в парке Малерьевича на его следов. Также в Раздолье по губернаторской программе приехали более 300 детей из семейных центров Подмосковья. В таких учреждениях ребята живут, пока их родители находятся в трудной жизненной ситуации. И подобные праздники для них – настоящая отрада. К нам в гости приехали ребята из шести семейных центров, которые расположены в других муниципальных образованиях. Парком для них организованы различные активности, начиная от аквагрима для самых маленьких, катания на пони и заканчивая им прохождение трассы подвесной, веревочной. Какой же летний детский праздник обходится без мороженого? По всей территории парка освежающее лакомство бесплатно раздавали всем желающим. Мороженое очень вкусное! В Немчиновском культурно-досуговом центре праздник отмечают по-своему. 1 июня здесь традиционно проводят День детского спектакля. В КДЦ приезжают творческие коллективы из Москвы и Подмосковья. Сегодня у нас в гостях ребята из Голицына, из Кубинки, из Театра Вернацкого, из Крылацкого, из Москвы. Много гостей, которые дарят нам свои спектакли. На все из них вход свободный. Спектакли задорные, красочные и очень искренние, потому что их играют дети. В жаркий летний день театральная студия «Телемилитриам» представила спектакль «Северная сказка» по мотивам якутского эпоса. Творческий коллектив к постановке подошел основательно. При создании спектакля подробно изучали одежду, музыкальные инструменты и традиции северных народов. Костюмы создавали все вместе. Костюмы у нас мы шили сами. Они не просто художественный взгляд, а действительно мы брали у якутских народов рисунки. Мы вышивали из бисера. Если близко посмотреть на костюмы, то увидим у нас опушка натуральная. Мы подбирали ткани, чтобы они были похожи максимально на кожу. А центральная пригородная пассажирская компания в честь праздника подготовилась сюрприз для юных путешественников. В одном из поездов к ним присоединились сказочные персонажи – обитатели московской усадьбы Деда Мороза. Мы устроили интерактивную викторину для детей прямо в движущемся поезде, где их опрашивали о правилах поведения на железной дороге. В этом нам помогла наша замечательная Вава Яга и кошка-следопыт. Мероприятие получилось максимально интерактивным. Дети были в восторге, все было в движении. В завершение поездки все юные пассажиры получили сладкие лакомства и подарки. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Благотворительная выставка животных из приютов «Хочу домой» пройдет в Одинцове в День России. На ней можно будет пообщаться с животными и забрать домой питомца. Кроме того, можно помочь приютам и принести корм для их четвероногих постояльцев. Мероприятие состоится у Дома офицеров по адресу улицы Маршала Жукова, дом 26, с 12 часов дня до 6 часов вечера. Об этом сообщает телеграм-канал про отдых. Ну а что еще обсуждают в соцсетях округа, узнаем в нашей рубрике. Парк Малевича признан одним из пяти лучших проектов России в направлении общественные пространства и включен в число 100 лучших практик 2020-2023 годов по версии альманаха «Проект Россия». Презентация наиболее значимых архитектурных и дизайнерских практик страны была представлена в рамках 28-й международной выставки форума архитектуры и дизайна «Арх Москва» в гостином дворе. Об этом пишут в Одинцово оперативно. Певица Людмила Серебрякова из Одинцова вышла в финал шоу «Голос». Девушка – профессиональная певица, участница авторского проекта поп-рок-группы «Флорида». Десять лет назад она уже приходила на шоу, но во время слепых прослушиваний ни один наставник не повернулся. После усердной работы над собой она решила попробовать свои силы вновь. В этот раз она не только прошла отборочный тур, ее выбрали все наставники. Финал шоу состоится 9 июня в прямом эфире. Поддержать девушку можно, присоединившись к зрительскому голосованию. Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». Команда Одинцовского округа завоевала золото на финальном этапе соревнований по акробатическому рок-н-роллу в рамках Кубка губернатора. Спортсмены разделили первое место с командой «Химок». Обе команды набрали одинаковое количество очков. Об этом сообщает Одинцова оперативно. И к мировым новостям. В Таиланде толстый кот выпал из окна шестого этажа и приземлился на припаркованную внизу машину. Зверь не пострадал, а вот автомобиль получил серьезные повреждения. Из-за большого веса животное проломило заднее стекло машины. Хозяин авто заявил, что не держит зла на пушистого хулигана и его владельца, так как случившееся было несчастным случаем, а он сам очень любит животных. О других новостях мира смотрим далее. В Великобритании участились кражи пчел и пчелиных маток при помощи квадрокоптеров. Крошечные электронные квадрокоптеры-шпионы помогают злоумышленникам найти скрытые от глаз пасеки с воздуха и спланировать кражи. После обнаружения воры приходят к ульям и забирают пчелиных маток королев, вместе с которыми улей покидают и остальные пчелы. Злоумышленники не берут ни мед, ни оборудование, но, оставшись без пчел, пасеки сразу же перестают приносить прибыль. Так с пасек пропало более 135 ульев. Впечатляющее открытие. В Северной Флориде археологи обнаружили древнее кладбище слонов, переполненного массивными костями. Команда раскопала полные скелеты одного взрослого и не менее семи молодых гомфотерий. Захватывающая находка была обнаружена вдоль места, где когда-то протекала доисторическая река. Окаменелости, принадлежащие гомфотерам, родственникам современных слонов, датируются примерно пятью с половиной миллионами лет и относятся к эпохе Миоцена. Ученые из Японии готовят революционный эксперимент – передачу солнечной энергии непосредственно из космоса на поверхность Земли. Специалисты собираются опробовать эту технологию к 2025 году. Для достижения цели они планируют использовать небольшие спутники, находящиеся на орбите, которые будут отправлять энергию на наземные приемные станции. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла, ночью около плюс 9. Ветер западный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56 процентов, а геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в наших информационных выпусках. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Ну, если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-под по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». С вами была Полина Толмачева и Наталья Гончарова. Всего вам самого доброго. Мы желаем вам удачного рабочего дня и рабочей недели, которая только началась. Всего вам самого доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»